Привет! Это ежедневные новости о Доме-2 на канале Смотрим с Брагиной. Итак, что же новенького произошло у домовцев за этот день? Катя Зиновьева вернулась с острова любви на поляну. Ей очень понравился новенький Алексей Ход. Зиновьева даже передумала принимать участие в конкурсе «Свадьба на миллион» с Сашей Гобозовым. Не успел Виктор Шароваров прилететь на Сейшелы, как уже объявил о своей неземной любви к Александре Шева. Они проводят много времени вместе. Ну а зрители разочарованы в новеньком участнике. Ой, дурак, пишут про него. Высокий, интересный мужик и таким дебилом оказался. Очень жаль тебя, если Шева – предел твоих мечтаний. Сашу Черно экстренно забрала скорая помощь. Но ее долго не продержали в больнице, она уже на поляне, и у нее оказался простой бронхит. Иосиф Аганесян ездил вместе с ней, и он заботится о своей бусинке. Когда она болеет, то становится очень сентиментально и ранимой, может заплакать в любой момент. В такие дни ее нужно кормить, обнимать и лишний раз не трогать. Папе Маргариты Овсянниковой не понравился ни один парень на острове любви. Он их всех раскрытиковал и считает, что никто из них не подходит его дочери. Майя Донцова категорически против того, чтобы Алексей Купин улетал в Египет вместе с Ромой Капаклы. Мы ни разу не были в отпуске вместе, пишет она. Мне бы хотелось слетать куда-нибудь вдвоем. Ну а Купин считает Майю эгоисткой. Они и так постоянно 24 часа в сутки вместе. Во вчерашнем эфире Алексей все-таки поехал в турфирму, даже ничего не сказав Майе. Ольга Жарикова рада, что наконец-то познакомилась с родителями Саши Гобозова. Меня приняли хорошо, я понравилась. Его мама дала мне советы, а папа позвал на более длительные выходные, чтобы мы чаще виделись. Ольга Рапунцель развеселила своих подписчиков. Оказалось, что Ольга пока не родила и после небольшого перерыва она вновь появилась в соцсети. В переписке со своими поклонниками она пишет, что находится в руках у хорошего достойного врача. Если что, в крайнем случае ей проколят мочевой пузырь, поэтому все как положено. Для особо одаренных Рапунцель объясняет, что мочевой прокалывают, чтобы вызвать роды и чтобы воды отошли. Ждем с вами со дня на день, когда же брендовый участник уже наконец родит. Никто не удивится, если это произойдет 1 апреля. Вчера Алена Савкина написала пост о том, что она помирилась с сестрой. Она написала о том, что ничего дороже семьи у нее нет в жизни. У Алены и Ольги разница в 9 лет. Мама у них одна, а вот папы разные. Сестры были вместе постоянно, они лучшие подруги. Оля, ты моя семья, написала Савкина. Расскажу немного про новенького участника Мандезира Светамур. Он футболист и мечтал выступать за сборную Франции, но попал в Краснодар, где и выступал за местную команду почти 10 лет. Затем он получил серьезную травму колена и ему пришлось покинуть большой спорт. Он стал фитнес-тренером, а теперь вот и участником Дома 2. В сети поговаривают о возвращении на проект Рустама Солнцева. В это с трудом верится. Он уже взрослый, состоявшийся мужчина. И зачем ему Дом 2, непонятно. К тому же, наверняка он будет требовать большой зарплаты, как, например, Вика Романец. Недавно девушка заявила, что готова вернуться, если ей предложат полтора миллиона в месяц. Организаторы Дома 2 все-таки оплатили Антону Шоке обратный билет в Америку, после того, как он рассказал эту историю и создал шумиху в соцсетях. Антон очень хотел бы опять вернуться на Дом 2, но, похоже, его больше не возьмут. Тата Блюменкранц рассказала своим подписчикам о том, как изменилась ее жизнь после беременности и родов. Она до сих пор не может пользоваться духами. Все запахи, которые я раньше обожала, сейчас для меня отвратные. У Ольги Бузовой появится собственная передача Бузова ТВ на канале ТНТ-4. Первый выпуск состоится в это воскресенье. Также параллельно Бузова занимается ресторанным бизнесом. Скоро она займется продажей еды. Она зарегистрировала в сети два домена на свое имя под названиями Бузова Фуд и Бузова Салаты. Наверное, будет торговать сосисками, поджаренными над костром посреди лобного места, шутят в сети. Саша Артемова хочет завести домашнюю свинью. «Как вам мини-пик?» – спрашивает она. «Я их обожаю». Думаем завести одну малышку. Их легко кормить, они быстро приучаются к лотку, сообразительные и приносят много радости. Риды сетевой компании, которая продает порошки для похудения, пополнились. Кристина Лисковец и Федя Стрелков пригласили в свой бизнес Леру Фрост и Захара Саленко. Виталий Малышев публикует новые фотографии. Он встретился с Лизой Триандафелиди. Ребята были очень дружны на острове любви. Лиза Полыкалова отдыхает в Праге вместе со своим новым бойфрендом. Многие отмечают, что парень выглядит очень юным по сравнению с ней. Подписчики Алены Водонаевой возмущены тем, какие она фотографии стала выкладывать у себя в микроблоге. Недавно Водонаева снялась для мужского глянцевого журнала. И в ее инстаграм попали некоторые снимки, которые не были опубликованы. Снимки дерзкие, очень откровенные. Кому интересно, можете посмотреть в ее микроблоге. Это все новости Дома 2 на сегодня. Подписывайтесь на мой канал и будем смотреть Дом 2 вместе!